По инжирам. Вы видите здесь несколько образцов. Это собруция розовая, белая, адриатическая. Очень интересный сорт ружды бордо. О нем есть, можно даже сказать отдельно. Брунцвик, турецкий коричневый, кадота и так далее. Вы сами видите состояние этих растений. Те растения, которые сейчас перед вами, вот эта вот крупа, это двухлетние растения, им второй сезон. В этом году они уже заповодоносили. Вот вы видите первый урожай бребы. На сорте Брунцвик. И если мы повнимательнее присмотримся, вот пожалуйста на ружды бордо, как и на турецком коричневом, вы видите, что сапводия формируется из-под каждого листика. Дорогие друзья, сегодня мы рассмотрим растение контейнерного садоводства. Это инжир. Инжир, вы пробовали какой-нибудь инжир? Это сладкое южное растение. Сегодня мы можем вырастить его и у нас, здесь, на севере Воронежской области. Сергей Николаевич нам сделает небольшой обзорчик, что и как это растение произошло, откуда оно взялось, как оно такого большого размера достигло, и что мы в этом году с него получим, какие плоды мы попробуем. Сергей Николаевич, вам по. Перед нами растение инжира сорта Браун Туркей, или турецкий коричневый. Растение три года, это третий сезон вегетации, уже второй год оно поудоносит, в прошлом году добавил урожай и в этом году. Для растения инжира характерно, мы начнем с того, что за шесть лет занятий контейнерного сноводства мы на себе опробовали 56 сортов инжира. На сегодняшний момент мы отобрали 9, еще 17 находятся в испытании. Вот Браун Туркей однозначно входит в это 9 отобранных сортов. Все эти сорта дают в нашей зоне 2 урожая в год. С момента распускания почек до спелости первого урожая, так называемой Брэбы, проходит 60-70 дней. Вот мы видим плоды Брэбы. Первый урожай уже сформированный. Они будут готовы где-то через месяц-полтора. В конце июня, начале июля, Брэбы никогда не бывает много. То есть первый урожай, первая волна урожая, она немногочисленная. Плоды Брэбы, как правило, очень крупные, в зависимости от сорта, или привязаны к сорту, но их немного. А вот вторая волна урожая, основная, вот если мы с вами просмотримся, из-под каждой листочка формируется соповодие, которое в дальнейшем потенциально вырастет в инжирину. Растение инжира имеет потенциальную урожайность, очень высокую. Но при всем при том, до спелого состояния дойдут далеко не все сформированные, далеко не вся сформированная зависть. Дело в том, что зависть это условие, которое произрастает, и прежде всего от нашей агротехники, тем уходом, которым мы инжиро обеспечим, будет зависеть, и какое количество плодов дойдет до спелого состояния. Будет идеальный вариант, дойдут почти все. Будем допускать ошибки с поливом, с давлением и так далее. Часть плода в России не скидет. Поэтому эта культура очень отзывчива на уход, что потопаешь, что и подопаешь. Когда мы получим плоды, когда мы попробуем уже эти славные инжиры? Первый урожай Брэбл мы будем есть в конце июня, начале июля, а второй урожай основной это где-то на начало сентября. И по отношению будет довольно растянуто, где-то месяца-полтора. Что происходит потом? Мы попробовали вторые плоды, пооценили их качество. Что происходит с деревом дальше? Как оно будет зимовать? Дерево уйдет в период покоя, оно вызрит древесина, листва упадет, пройдет осенний листопад. После этого растение нужно поместить в непромерзающее помещение. В данном случае свет не играет никакой роли, абсолютно темное помещение нам полностью устраивает. Растение в этом время стоит без листвы и потопительства не происходит. Это может быть подвал, идеальный вариант. Это может быть какое-то овощех родилища, это может быть непромерзающий дачный домик, веранда утепленная, утепленная боджия, то есть любой вариант, где температура в идеале не опускается ниже нуля градусов. Но это не совсем, скажем так, критичная величина. Даже минус 2, минус 5 градусов будет ничего страшного. Это естественно растение, к этому приспособлено. Надо следить только, чтобы температура не опускалась ниже 5,7 именно в зоне корней. Например, такие сорта, вот на заднем фоне, если я просто представил, такие сорта, как брунтли, кодота, они без проблем выдерживают зимние температуры до 20 градусов, надземная часть. А вот корень более чувствительный, промерзание комы земли, в нашем случае контейнера, до 5,6 градусов будет уже опасно. Это лучше избегать. Поэтому, еще раз говорю, идеальный, в пределах плюс 5,0 градусов. Там растение будет находиться до весны. Весной мы его либо в конце апреля выставим на открытый грунт, либо в конце февраля-марта мы поставим его на разгон. название инжира с китайского переводится как растение без цветка. Дело в том, что цветки есть цветочные растения, но они микроскопические. Мы их просто не видим. Цветок образуется в пазухе листа. Ясно, ясно. И наблюдать результат цветения мы видим только когда уже оттуда начинает вылазиться плоди. Вот это интересно. Эти все сорта это самоплодные, они требуют репловые боли. То есть плоды на этих сортах образуются без участия насекомых самоплодных животных. Ясно. Так что, друзья, если вы хотите посмотреть как мы вырастим эти плоды, попробуем их. Смотрите, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. В общем, мы постараемся вам давать как можно больше полезной и нужной информации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!